Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем прохождение Капитана Индустрии. В прошлой серии мы изучили эффективную энергетику и сжигание газа, построили водозаборную станцию, а самое главное, мы победили в нескольких морских боях и запустили производство стали. И сегодня нам предстоит все это оптимизировать и запустить производство красных строительных пакетов. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, поделитесь ссылкой на наше видео прохождение со своими друзьями, а мы продолжаем. Первым делом я бы, наверное, нарастил все-таки производство электроэнергии, потому что нам его очень часто не хватает, а также нарастил производство нефти и добычу древесины и железа. Смотрите, у нас в баках практически ничего не осталось, поэтому давайте сейчас на паузе. У нас машины пока что еле справляются, посмотрим, сколько мы там заказали и каких автомобилей, у нас вообще никакие не производятся. Поэтому первым делом я бы, наверное, сделал бы еще один вот такой вот экскаватор, сделал бы машину, экскаватор я отправлю на железо, а машину потом мы дополнительно отправим на разгрузку, погрузку, чего-нибудь. Смотрите, здесь у нас медь тоже недостаточно, но мне кажется, что здесь у нас два вот этих вот экскаватора будут излишни, поэтому один отсюда я, друзья, заберу, перенаправлю его на железо. Когда у нас вот здесь вот сделается экскаватор, я тогда его перенаправлю, если не забуду, на производство меди. Все, с этим мы, друзья, решили. Теперь по поводу электроэнергии, она у нас часто проседает, поэтому я думаю, чтобы уж, так сказать, наверняка, чтобы у нас всегда все работало. Смотрите, здесь у нас обеспечивает 1000 механическую силу, маховик заработал 33. Если мы его раскрутим до предела, 33.66, где-то 67 будет, то есть нормально. Мы сюда можем установить еще одну турбину вот такой вот высокого давления. Давайте прямо сейчас это сделаем, и у нас на вал будет передача больше кинетической энергии, и у нас вот эта штука никогда не остановится. Ну что ж, давайте я тогда пока что подключу все здесь трубы, провода. Сейчас у нас вот эта вот штука раскрутит весь маховик, запустится все. После этого мы добавим еще дополнительно несколько электроэнергии. Можно их даже сейчас сразу же установить, чтобы не забыть. Вот так вот разворачиваемся, на вал еще две вот таких вот электрогенераторных установки поставим. Все. Итого нам вполне будет достаточно. Здесь у нас перегретого пара просто навалом. Воды и угля у нас здесь, я думаю, долго очень не закончатся. И установим повышенный приоритет для того, чтобы машины сюда побыстрее все привозили. Смотрите, друзья, у нас закончился чугун. Интересно, давайте посмотрим, почему. Ну, тут все очень просто. На самом деле чугун у нас делается, он не скапливается, в эти вот сборочные цеха он не поступает. Только лишь из-за того, что здесь не хватает у нас либо экскаваторов, да, либо автомобильного транспорта. Поэтому давайте мы еще один вот так вот увеличиваем, как минимум один автомобиль. И у нас 82 единства, 17 здоровья. Еды нам хватает, все пока что хорошо. Нам нужно побыстрее отстроить вот это вот жилье, чтобы мы могли отправлять корабль после того, как он отремонтируется. А смотрите, ремонт невозможен до тех пор, пока мы не запустим производство чугуна. То есть сейчас основной упор у нас должен быть на то, чтобы вот сюда побыстрее привозить железо. И, наконец-то, здесь у нас все вроде бы готово. Смотрите, привозят, начинают уже выплавлять сюда. Я так думаю, это повышенный вот так вот приоритет сразу создадим, чтобы у нас хотя бы одна ветка уже начала работать. Все, это приоритет на строительство именно. Желтых строительных пакетов у нас 160, белых тоже больше сотни. Печь не может... Ага, здесь мы, оказывается, просто-напросто забыли трубу подрубить. Поэтому давайте исправим эту мелкую ошибку. То есть сейчас у нас заработает вся вот эта вот схема. У нас будет сталь. А как вы знаете, что сталь дает нам производство уже красных строительных материалов. Все, с этим мы тоже разобрались. Теперь давайте посмотрим, как у нас там дела на нефтянке. Как у нас дела вот здесь вот на водокачке. Ого, сколько мы воды уже накачали. Наконец достроился вот этот вот маленький отросток. Я его всю прошлую серию ждал, когда у нас заработает вот второй десциллятор. И все нормально. Воду набирают, сюда складывают. Вода у нас поступает в бак. И нам нужно сделать таким образом, чтобы в этот бак у нас всегда поступала тяжелая и легкая фракция. Для этого нам нужно будет нарастить производство вот всего этого дизельного топлива. Смотрите, у нас оказывается проблемы. Да, у нас дизельного топлива нету и работает один вот такой вот дизель-генератор по электроэнергии 2.6. Давайте создаем еще одну дополнительную схему. Я тогда сделаю ее за кадром. В принципе, здесь все то же самое. Можно, наверное, даже скопировать вот этот вот кусок. Установил я новую схему. Немножко я ее изменил по сравнению вот с этой. Дело в том, что я решил теперь делать генерацию пара вот в этом вот месте. Мы сюда поставим несколько вот таких вот бойлеров на газу и подадим вот в эту вот большую трубу второго диаметра. И она у нас будет вот, смотрите, вот отсюда будет поступать сразу в первую и вторую, вот в первый и второй этап ретифракционных колонок. И здесь я то же самое создал. Подключил здесь трубу дополнительную и здесь для того, чтобы у нас вот эти вот первые работали бы от пара, которая создается на этом центре генерации пара. А постепенно я откажусь и от угольного, и вот от этого тоже мы откажемся, потому что здесь у нас воды не набирается. А с морской воды у нас делается, вот смотрите, уже целый бак. Нам теперь самое главное, чтобы наш корабль быстро привозил сюда нефть, быстро наполнял вот этот вот бак, и чтобы у нас непрерывно работала электроэнергия. Так, смотрите, грузовик какой-то у нас не может проехать. Давайте посмотрим, почему и куда он у нас, самое главное, не может проехать. Он у нас не может забрать дизельное топливо. Тебе отсюда забирать дизельное топливо и не нужно. Дизельное топливо сейчас поступит вот на этот вот бак. Нам нужно, чтобы как можно быстрее заработали все эти электрифляционные колонки. Или можно попытаться сделать другой выход. Давайте попробуем закупить сейчас топливо. У нас есть топливо, например, за уголь. Вот так вот меняем и отпускаем с паузы. Сейчас, в принципе, машина должна у нас приехать вот сюда за дизельным топливом, здесь заправиться, и они отсюда будут все забирать. И сейчас все грузовики должны вот сюда вот проехать. Смотрите, как у нас быстро все раскупили. Давайте еще немножечко угля тогда поменяем, чтобы у нас вообще не было никаких проблем. Вот, 50. Все. И еще следующие грузовики. Тоже эвакуируем, чтобы они здесь у нас не стояли, а заправлялись там, где нужно. Сейчас мы запустим все. Запустили производство дизельного топлива. Дождь еще, к тому же, пошел. У нас вот этот вот заработал. И этот котел у нас работает непрерывно. Самое главное, что мы в прошлой серии сделали хорошую схему, которую у нас будет автоматически забирать как вот с бака тяжелой, так и с бака легкой. И передавать все вот этот вот один единый бойлер на газу. Так, отлично. Малый экскаватор. Грузовики не могут проехать, но придется пока временно вот так им дать команду, чтобы они могли эвакуироваться. По электроэнергии нужно будет посмотреть, как мы там создали с вами новую схему. Пока все вроде бы нормально. Второй у нас не работает, потому что труба до сих пор еще не подведена. Поэтому делаем мгновенную доставку и обеспечиваем электроэнергией всю эту схему. Сейчас у нас вот здесь вот упадет на маховике кинетическая энергия. Но как только подастся пар, а пара у нас здесь достаточное количество, смотрите, у нас сразу же начнется раскрутка. И здесь будет что-то в районе, мы считали, 67 или 70, что будет вполне достаточно для производства всех электроэнергий. Грузовик. Ну, чего вы привязали? Давайте посмотрим. Может быть, он что-то конкретно хочет? Может быть, там у нас проблема не в дизельном топливе? Нет, именно в дизельном топливе. То есть, они хотят вот отсюда забирать дизельное топливо. Его здесь много, 36, но оно почему-то не отводится. Давайте посмотрим, почему. Вот у нас система отвода дизельного топлива. Видимо, потому что здесь я случайно прервал... Да, смотрите, друзья. Здесь я случайно прервал трубу. Поэтому будем восстанавливать. И у нас здесь нарушилась труба, которая отводит дизельное топливо. Вот с этой вот третифракционной колонки второго этапа. Все, подали. Сейчас у нас будет заполняться бак. Следовательно, все будет передаваться на заправку, и машины больше не будут перетупливать. Теперь, друзья, давайте решаем две глобальные проблемы. Это производство чугуна и производство древесины. Пойдемте, разбираться будем именно с этими проблемами. Там корабль как раз подходит, нефть привозит. Все у нас будет там нормально. Жилье 640 и 660 привезли. А по поводу здесь... Почему не работает? Потому что угля ему не хватает. Я так думаю, это из-за того, что у нас машины застревали. И здесь у нас машин уже недостаточно. Давайте вот так вот добавим пока несколько автомобилей. Так, смотрите, заработало у нас здесь все. Электроэнергии пока что не очень хватает. И у нас 59, 58, пока не требуется электроэнергия, у нас не запускаются вот эти вот электрогенераторы. Но самое главное, чего мы добились, это добились того, что у нас перестали работать дизельные генераторы. Сейчас посмотрим внимательно. Да, перестало все работать, и дизельное топливо наконец-то у нас начинает накапливаться. Поэтому я хотя бы одно производство резины запускаю. Электроэнергия пока что есть. Грузовик опять никуда не может проехать, чего вам опять не нравится. Они забрали отсюда. Ну что ж, друзья, справились мы с текущими проблемами. Запустили мы производство. Их на самом деле нужно будет 4, для того, чтобы вот здесь у нас накапливалась тяжелая фракция, и здесь накапливалась легкая фракция. Но пока что подождем. Два бойлера у нас заработали. Чугун никак не может пока что накопиться, а у нас это будет самое главное. А тем временем мы изучили производство строительных материалов третьего уровня. И сейчас начинаем производство мастерских второго уровня. Давайте посмотрим. Итак, я думаю, что сразу можно будет установить сборочный цех. У нас желтых пакетов 46, они у нас не растут. А белых пакетов у нас 57. Здесь у нас понадобится для строительства 25, но потом на модернизацию мы очень много потратим. Поэтому я предлагаю сделать следующим образом. Мы тогда вот сюда вот устанавливаем электрический сразу сборочный цех, и задаем ему схему производства красных строительных материалов. Сталь у нас вот-вот должна заработать. Смотрим, угля пока что не привозят. Здесь у нас огромное количество расплава чугуна. Кислород у нас, надеюсь, уже пошел. Да, никак станцию не запустят. Поэтому можно попытаться сделать вот так вот ускоренное производство. И у нас все готово для производства стали. Сталь пока что вручную будут перевозить вот на этот вот комбинат, сборочный цех третьего уровня. А строительные материалы у нас здесь постепенно будут накапливаться, пока все идет нормально. 96% у нас строительных материалов. Главное смотреть за тем, чтобы у нас не пропадало производство меди, и чтобы у нас древесина всегда накапливалась вот в этом вот небольшом сарае. Здесь всего лишь две единицы, и машины у нас справляются. Поэтому давайте мы сейчас сделаем вот что. Здесь у нас сейчас все докопают. Сразу разметим следующую область, вот эту, чтобы она поближе здесь переезжала. И посмотрим, где у нас непосредственно находится, вот, кажется, машина, которая рубит лес. Я сюда тогда добавлю еще один автомобиль, чтобы побыстрее у нас здесь все было. Пока они катаются туда-сюда, вот машина подъезжает. Они у нас будут вот сюда вот привозить все необходимое. Смотрите, друзья, угля у нас вроде бы как достаточно. Железа у нас тоже достаточно. Чугун начали наконец-то вроде бы, да, производить. И все равно у нас есть некоторые проблемы с углем. Я думаю, что заранее, чтобы не возвращаться к этой проблеме, мы заранее вот здесь вот разметим весь вот этот вот угольный бассейн. Готово раз. И вот здесь тоже готово два. Отлично. Здесь у нас трактора будут копать. Карьер вне области указать границы. Давай укажем новую границу. Все. Теперь проблем у нас точно не будет. Так, смотрите, электростанция у нас полностью заработала. На валу у нас идет как раз 74. Я рассчитывал на 76. Но, может быть, еще не до конца здесь у нас разогнано. Тут у нас пара будет бесконечно. Трубы все выводятся. Да, все нормально. И постепенно, да, 75-76. По моим расчетам должно быть что-то в этом районе. Все. Теперь про электроэнергию мы забываем, друзья, надолго. Теперь нам нужно будет производство чугуна и производство меди усилить. И тогда у нас все будет хорошо. Хорошо. И сделают у нас сборочно-электрический цех. Мы начнем собирать красные строительные материалы. Смотрите, вот у нас два экскаватора здесь работают. Да, у нас здесь просто тупо не хватает экскаваторов. Поэтому создаем еще один экскаватор в нашем гараже. Не хватает ему как раз того самого чугуна. То есть нам сейчас нужно будет обеспечить чугуном как ремонт, смотрите, нашего корабля, так и производство вот этого вот автомобильного транспорта и экскаваторов. Ну что ж, затык у нас самый главный. Это именно чугун. На него и будем делать основной упор. Я думаю, что временно выйти из положения можно обратным образом. Помните, мы сюда отдавали один экскаватор? Вот с меди. И тогда мы его переводим вот сюда вот дополнительно на уголь. Все-таки уголь у нас это основа основ. Это первостепенное. Я боюсь, что он у нас скоро закончится, и у нас будут некоторые проблемы. Смотрите, меньше тысячи, потому что вот эти вот штуки не работают. Ох ты, 80! У нас полностью вся энергия передана на вал. То есть теперь у нас никогда не включится дизель-генератор. Следовательно, у нас начинается накопление... Да, я уже вижу по цифрам. У нас начинается накопление вот здесь вот дизельного топлива и две машинки у нас еле-еле справляются, чтобы все отвезти. А эти генераторы, они подключаются как аварийные, только лишь в тот момент, когда у нас не будет хватать... Ох ты, как много дизельного топлива! И много у нас резины. Все, с этим мы с вами справились. Теперь смотрим, как у нас запустится и будет работать все наше вот это вот нефтяное производство. Почему-то никак не могут они 50 привезти желтых строительных материалов. Ну ладно, это в принципе не в первую очередь, потому что у нас здесь обеспечивается работа 27. Можно будет сюда дополнительно еще подать пар. Смотрите, здесь у нас труба какого уровня? Здесь у нас первого. Поэтому я, наверное, все-таки ее ускорю, чтобы у нас здесь было максимальное давление, а дальше оно у нас уже распределялось по определенным местам. Сюда у нас пошел пар, и здесь мы тоже можем, наверное, сэкономить. Ну, на самом деле не будем, потому что у нас изредка идет дождь, у нас вот эта цистерна наполняется водой, и у нас идет распределение по вот этой вот ритефракционной колонке. А здесь, смотрите, у нас направление идет в эту сторону, пара навалом, средняя фракция навалом. Поэтому я предлагаю изменить направление и подать пар еще и вот в эту вот колонку, чтобы она у нас заработала. И таким образом мы постепенно-постепенно ликвидируем угольный бойлер. И он у нас, его даже уже сейчас можно будет выключить из нашей схемы. Все, постепенно все заработало. Здесь он сбросил среднюю фракцию и тоже начал производство как тяжелой, так и легкой фракции. А что у нас с желтыми? Почему они работают у нас с перебоем? Мы собираем электроника. Вполне возможно, что у нас просто не хватает меди из-за того, что... Да, из-за того, что мы забрали отсюда как экскаватор, так и еще одну машинку. Поэтому давайте я сюда назначу одну машину, пока есть такая возможность. И делаем как можно быстрее два экскаватора. Причем нам именно нужно будет два. Чугун никак не может создаться. Никак не может корабль отремонтироваться. Но из хорошего у нас построилось вот это вот жилье второго уровня. Следовательно, у нас теперь максимальный предел жителей 790. Я думаю, что мы в этой серии уже подберемся ближе к тысяче человек. Где у нас уголь закончится? Ну, угля у нас еще достаточно много. Нужно будет раскопать всю вот эту вот гору. И знаете, чем это хорошо? У нас пойдет здесь такой заезд. Конвертер не может отводить промышленные выбросы. Неужели мы забыли где-то трубу? Да, вот здесь вот действительно трубу мы с вами забыли. Я так думаю, что ее можно будет даже ускорить, потому что белые пакеты опять начинают у нас постепенно расти. И, друзья, поздравляю! У нас начинается производство стали. Здесь сразу делаем. Все будет заполняться. И здесь у нас 32 рабочих. Что тоже очень хорошо. Главное, чтобы чугун у нас сейчас начал наполняться. Первые приоритеты поставим вот здесь вот по максимуму, чтобы все заводы работали. Давай вот сюда тоже тогда установим первый приоритет, потому что это у нас будет самое главное. Все машины должны быть направлены именно сюда. Угля нам пока что никак не привезут на нашу третью печь. Я думаю, что здесь наращивать уже нет никакого смысла, потому что у нас даже эти пока что стабильно не работают. Два чугуна. Чугун мы должны будем вывозить в первую очередь на производство экскаватора. Мгновенная доставка. 20 чугуна нужно будет сделать. Главное, чтобы вот здесь сейчас направить дополнительные автомобили. Смотрите, здесь простое. То есть тупо не хватает экскаваторов. Нам нужно, наверное, на каждый карьер как минимум по три экскаватора. Но вот здесь вот два у нас будет вполне достаточно. А на угольный нужно будет три или даже четыре. Можно будет рассчитать в зависимости от того, сколько у нас машин простаивает. Да, у нас простаивают автомобили. Экскаваторы грузят по полной. То есть сюда нужно будет дополнительно добавить еще один экскаватор. Посмотрим, как у нас раскрутился маховик. 72. Пара у нас здесь достаточно. Угля сюда привозят, слава богу, бесперерывно. Пар у нас перегретый дает хорошую кинетическую нагрузку на вал. Смотрите, все. Я так даже думаю, что нам нужно увеличить вот эту вот трубу. Сразу делаем мгновенную доставку. Потому что, смотри, здесь у нас идет второй уровень. А здесь я почему-то забыл первый уровень сделал. Все. Теперь у нас непрерывно будет подаваться сырье без каких-либо проблем. И я даже думаю, что у нас вот здесь вот начнет увеличиваться сейчас постепенно цифры. Стали у нас уже стало 53. Следовательно, друзья, нам сейчас нужно будет как можно быстрее запускать производство красных строительных пакетов. У нас есть 25 свободных рабочих. Поэтому воздухоразделительная станция. Я здесь сразу установлю 2 на красные пакеты. Ну и эти белые тоже у нас, смотрите, постепенно стабилизировались. Все, тоже начинает расти. Не хватает какого-то... Да, электроники нам не хватает. Смотрим. 40 по меди. Медь есть, резину привозят, древесины. Так, с древесиной у нас некоторые проблемы. Нужно будет еще одну лесозаготовительную машину. Либо по-другому, друзья. Помните, в прошлой серии мы с вами обнаружили вот такую вот лесопилку. Для ее ремонта всего лишь нужно будет 200 желтых строительных пакетов. И тогда нам будут привозить на корабле древесину. И нам не нужно будет мучиться где-то там чего-то искать. Смотрите, сюда постепенно дизельное топливо привозят. У меня есть такое подозрение, что у нас его теперь стало зашкаливающее количество. Резина. Резина потихонечку прибавляется, несмотря даже на то, что у нас работает всего один вулканизатор резины. Здесь паровая установка тоже заработала. И никак не могут привезти некоторые материалы на доставку. Желтых просто не хватает. Тут на валу у нас пара перегретого малая. Поэтому давайте мы модернизируем вот эту вот трубу по-быстрому. Чтобы весь пар в основном уходил сюда. А здесь у нас какая? Вот у нас в чем проблема. Давай тогда и вот эту вот трубу тоже модернизируем. Итого, друзья. Отсюда весь пар у нас будет поступать в основном вот на этот вал. Он будет мгновенно заполняться. Выдавать нужную нам электроэнергию, которая будет необходима. Ну а все остальные излишки будут проходить на... Что у нас? Тут перегретый пар и нефть. У нас нефти не хватает. У нас нефти не хватает. А вот это было весьма и весьма неожиданно. Обратите внимание, друзья. Мы с вами не успеваем привозить на этом корабле нефть. То есть она привозится по 220. Здесь тратится, смотрите, 54 по 150. Но в принципе должно хватать. Дизельное топливо пока есть в этом баке. Полный мы накопили вот этот бак. Резина, да, потихонечку прибавляется. И самое главное, дизель-генератор у нас так и пока что не работает. Завершено у нас мастерские второго уровня. Мы сейчас можем преобразовать одну из мастерских. Нам пока что это не очень выгодно. Поэтому давайте оставим. Смотрите, у нас все цеха заработали. То есть древесину, видимо, привезли. Да, у нас древесину начали наконец-то нормально привозить. Так что скоро будет скапливаться на склад. Резкий рост пошел. Значит, у нас заработают и желтые строительные пакеты. Меди-6. Давайте усилим вот эту вот группировку. Как минимум еще один автомобиль сюда дадим. Хотя, мне кажется, это не самый лучший вариант. Потому что автомобиля здесь по-любому хватает. Нужно будет экскаваторы делать, друзья. Мы сейчас уперлись только лишь в экскаваторы. И нужно, как только появится лишний чугун, а он никак у нас не может наращиваться, нам сразу нужно будет его использовать. Смотрите, как у нас много стали выработалось. То есть у нас вот этот вот завод работает по полной программе. И я все-таки сделаю здесь, наверное, второго уровня. Чтобы сюда у нас не привозили. Чтобы у нас в основном привозили уголь на производство чугуна. Ну и пока у нас все хорошо, давайте посмотрим, как дела в нашем городе. Что у нас здесь по электроэнергии в порядке. Мусорка тоже в порядке. Канализация отводится. Вода подается. Проблем у нас нету. Здесь по поводу воды. Смотрите, да, нам здесь воды тупо не хватает. Поэтому дополнительно еще одну водозаборную станцию установим. Давайте вот здесь вот. И подадим дополнительно воду вот в этот вот бак, чтобы у нас здесь никогда ничего не заканчивалось. А смотрите, у нас чугун постепенно начинает появляться. Так что правильно мы все спланировали. Распределили пока те машины, которые у нас есть. Заработали все заводы. Здесь начинается накопление. И на ленте у нас... Да, на ленте у нас практически везде уже лежит чугун для производства... Это что у нас такое? Это у нас производство электроники. Меди не хватает. Придется нам ждать, когда еще один экскаватор будет готов. И посмотрите, друзья, у нас прошло 63 года, а у нас засыпали практически весь вот этот вот залив. Я даже думаю, что мы сделаем дополнительный отвал. Давайте пойдем, наверное, вот в эту вот сторону. Нам нужно будет обеспечить поверхность для того, чтобы здесь где-нибудь установить корабль. Потому что мы с вами нашли три корабля. Вот у нас два у нас имеется, один корабль где-то находится, и для него нужно... Как раз, смотрите, 300 стали и 200 меди. Ну, с медью я бы не стал так оптимистичен. А по поводу чугуна все. Наращивание пошло. Стали 152. И сейчас у нас автоматически, наверное, встанет все вот это вот производство, когда здесь заполнится полный вот этот вот склад. Ну, смотрите, да, все нормально. Кислорода хватает. Азот мы с вами накопили целую бочку, и у нас перестало производство стали из-за того, что у нас некуда больше сбрасывать вот этот вот азот. Сейчас мы давайте сбросим примерно наполовину. Начинает наполняться. Наполовину примерно сбросим. Стали заполним полностью склад. И потом опять поставим на паузу, потому что у нас там дальше будут следующие науки. Это производство удобрений. Ну и пока у нас нету каких-то видимых проблем, давайте сразу же распределим будущие технологии, которые мы будем с вами изучать в этой серии. Смотрите, потом мы будем изучать использование серы, потом рекуперации воды. Потом, я думаю, знаете, друзья, нам нужно будет изучить старые вот эти вот науки, которые мы пропустили, сжигание отходов. И мы в одной из деревней взяли схему пшеницы. Поэтому тоже добавляем сюда вот в очередь указы. Ну давайте, нет, указы нам, наверное, пока что не нужны. Лучше расширение автопарка, потому что скоро мы уже упремся через 20 машин. И у нас невозможно будет... Вот, продовольственный рынок, я думаю, нужно будет сделать обязательно. Эффективный демонтаж. Ну давайте тоже, чтобы у нас вот здесь вот все науки были уже изучены, чтобы сюда больше не возвращаться. Смотрим, друзья. Чугуна опять не хватает. Из-за чего? Из-за угля. Уголь у нас встал из-за того, что у нас не хватает экскаваторных машин. И ускорить мы не можем. Вот лучше бы здесь была бы сталь. Мы бы всю сталь бы отдали 128 на производство. И у нас скоро уже, я так понимаю, начнется производство желтых строительных пакетов. Пока что приоритет здесь небольшой. Поставлю, например, третий, чтобы как могли сюда привезли. С медью нельзя шутить. И с углем нельзя шутить. У нас вся проблема встала в угле. Смотрите, машин хватает, экскаваторов явно не хватает. Вот, например, одна машина у нас пока стоит в простой. Это даже несмотря на то, что у нас тут дерн вывозят, машина пока что одна занята. Тогда нам нужно будет экскаваторы делать сейчас в первую очередь. Это будет наша первостепенная задача. Как это мы можем ускорить? У нас как бы все цепляется одно за другое. Смотрите, у нас огромное количество железа. Отсюда мы что можем забрать? Нет, отсюда мы ничего не можем забрать. Нам где-то нужно будет взять хотя бы временный экскаватор. Здесь тоже не получится. Машины все в простое, поэтому нет смысла их здесь вставить. Пусть они лучше пойдут на работу. Можно попробовать сюда нарастить количество машин. Вот, смотрите, один кран стоит. Да. Давайте мы еще вот так вот парочку машин сюда увеличим. И тогда у нас действительно один кран стоит в простое. Здесь у нас сколько на валу стоит? 73. Ну, непрерывно, можно сказать, работает. Угля здесь завозится рядом, все хорошо. Так что с электроэнергией, я думаю, на протяжении как минимум этой серии у нас проблем, друзья, не будет. Ну что ж, возвращаемся опять к самому главному. А именно, производства чугуна не хватает ни железа, ни угля. Ну, как я вижу, у нас основной затык это в экскаваторах, поэтому давайте решим сначала эту проблему. Итак, сюда первый приоритет устанавливаем, чтобы весь чугун, как только он у нас произведется, сразу же привозили вот сюда. Даже в ущерб того производства белых строительных пакетов. 432. Все цеха у нас заработали, древесины, ну, пока что да, так и не хватает. Смотрите, корабль отремонтировали. И можно будет его запускать, может быть мы там где-нибудь найдем еще чугун. Ну что ж, давайте отправим его в следующий бой, где у нас самые несильные пираты. 170, 170, 170, 100 корабль. Здесь тоже 100, и здесь тоже один корабль 100. Все, я думаю, что мы вот так вот отправляемся в путь и встретимся с тем кораблем, пробьем дорогу себе вперед на запад. Отлично. Ну и, если получится сейчас поторговать, давайте вот мы еще одну деревню нашли. Здесь нет, здесь мы, к сожалению, только нефть получаем. Здесь у нас нет чугуна, строительные материалы. Белые строительные материалы у нас, к сожалению, никто не берет. Можно будет резину. Давай вот так вот на дерево пока что обменяем, потому что резины у нас прям вот очень много. И здесь у нас древесина. Нам вот белые строительные пакеты на картошку и на медь. Давайте, вот это вот хорошая идея. Пока временно возьмем меди. Резина не нужна. Топливо у нас просто огромное. Набираем вот так немножечко угля. И уголь за топливо. Все, друзья, мы временно проблемы все решили. Сейчас у нас начнется, а, наверное, вот здесь, да, все у нас. Уголь отсюда будут возить и медь отсюда будут привозить. Следовательно, у нас быстро заработает производство деталей, которые пока что встало из-за недостаточности снабжения вот как углем, так и медью. Три машинки, мне кажется, даже излишне. Так, сжигание отходов у нас завершено. Следующее у нас будет использование серы. Что это нам такое дает? Это более эффективное производство резины. Смотрите, у нас аммиак будет, серы будет. И потом серу мы можем использовать в резиновом производстве. Вообще, вот эти вот заводы у нас работают, конечно, просто идеально. Посмотрим, какие нам новые схемы дали. Новый бетоносмеситель второго уровня. Для него нужно будет 40. А у нас уже есть 12. Поздравляю, друзья. Мы запустили производство красных строительных пакетов. Стали у нас навалом. Строиматериалы тоже потихонечку начинают выравниваться. Это 10-й приоритет, 3-й поставим тогда на 3-й приоритет. Какие у нас текущие проблемы? Это электроника и самое главное, глобальные проблемы. Это все та же. Производство чугуна, для которого не хватает как железной руды, тут стабильно, так и угля. Уголь пока у нас тоже подвозят. Ну, смотрите, наверное, всю медь должны были перевезти вот сюда сразу же. Машины здесь могут проехать? Да, машины здесь без проблем проедут. Так, смотрим. Корабль у нас в бою. Ух ты, здесь мощный корабль. Смотрите, по 26. Он нам неплохо так повредил наши пушки. Сейчас он может выбить нам даже одну пушку. Но мы стреляем по корпусу. Интересно, можно как-то выбирать конкретно, что, например, первым делом выбивать оружие? Вот, смотрите, то есть, наверное, как-то кликать можно, потому что я два раза кликнул, и он начал выбивать. Но тут по-любому победу нам практически треть корпуса повредили. Мы нашли серный рудник, вообще великолепно, резины, меди и автозапчасти. Ура, теперь возвращаемся. Я не пойду дальше вот так вот насквозь исследовать, потому что там нам могут тоже повстречаться пираты. Поэтому, друзья, возвращаемся домой. Дизельного топлива у нас просто некуда девать в этом баке. И даже начинает уже скапливаться. Тут обороты пошли полные. Смотрите, как у нас хорошо раскручивается. И почему-то прекратилось. Не хватает, друзья, либо тяжелой, либо легкой фракции. А почему? Потому что... Потому что все та же самая проблема. Нам не привозят достаточное количество нефти. Вот корабль прибывает. Да, он... Смотрите, тут как раз нам впритык хватает вот эти вот 220 нефти. У нас здесь труба маленькая. Давайте мы ее сразу же модернизируем, чтобы как можно быстрее у нас перетекало все на наши заводы. Три завода запущены. Ретифракционные колонки второго уровня тоже запущены. Сейчас у нас зациклится все. Нам нужно будет пустить таким образом, чтобы здесь работало все как вечный двигатель, само собой. Но для этого, еще раз напоминаю, нам нужно бесконечное количество нефти. То есть нам нужно будет поставить еще один грузовой причал где-то вот в этом вот районе. При условии, если нам, конечно, даст схема. Но она, как видите, нам не дает. У нас, к сожалению, вот этого корабля уже не хватает. Смотрите, он привозит нефть, сразу же разгружается. И этой нефти даже не хватает, чтобы заполнить вот эту вот цистерну. Он сразу же у нас отходит. Давайте посмотрим. Может быть, здесь можно будет увеличить сразу два корабля сделать? Хорошо бы на один причал сразу отправить два корабля. Но сделать этого мы, к сожалению, друзья, никак не можем. Потому что, смотрите, у нас нигде не устанавливается грузовой причал. Я здесь везде по всему острову уже посмотрел. Установить можно только лишь где-нибудь внутри. Но так как мы будем прокапываться вот к этой вот основной нефти, это тоже не самый лучший вариант. Также можно будет поставить еще где-то вот здесь. Но, сами понимаете, оттуда тянуть нефть, это даже при наличии труб, даже при наличии белых вот этих вот строительных пакетов, это будет не самая лучшая идея. Можно будет модернизировать сейчас на второй уровень. Для этого нам понадобится 40 золотых пакетов. Давайте попробуем. Вот этот вот модернизируем. Сразу же делаем мгновенную доставку, чтобы машины сюда не приезжали. И посмотрим, как вот этот вот бетонный завод, что он у нас будет делать, какие он схемы будет применять. Во-первых, смотрите, друзья, он гораздо быстрее все делает. Он тратит по 7 человек, в отличие вот этих вот 4 человека. И его производство 24 бетонных блоков вместо 12. То есть, ему нужно будет обязательно обеспечить производство вот этого цемента. И тогда он у нас будет работать просто беспрерывно и забьет опять у нас всю ленту. С чугуном мы вопрос... Как-то мы решаем его периодически. Не хватает опять ни одного, ни другого. И главное, чтобы никак не можем мы запустить вот это вот производство экскаватора. Видимо, потому что у нас вот здесь вот стоит первый приоритет на заполнение как топлива корабля, так и доставка. Давайте здесь все-таки поставим второй, ибо это будет у нас не самое главное. А это у нас будет первый приоритет. С автозаводом нужно решать, конечно, дела как можно быстрее. И у нас в запасе остается всего 15 рабочих, а лесоизготовительная машина вырубила все. Вот это вот, друзья, очень опасная ситуация, потому что у нас скоро закончится весь лес. Давайте пока вырубим вот здесь. И тогда нам нужно будет срочно запускать следующее производство. Нет, конечно, мы можем лес еще взять вот здесь, вот здесь, но сами понимаете, как долго будут у нас машины кататься. А тем временем у нас запчасти на исходе. У меня есть такое страшное подозрение, что все дело связано с электроникой. Или с деталями. Деталей 12, электроники 18. Но и того, и другого у нас не так уж и достаточно. Что у нас много? У нас угля очень много, и топливо у нас просто навалом. Поэтому я предлагаю поторговать и что-нибудь обменять. Итак, за белые строительные материалы мы можем купить медь. За древесину мы не можем обменять, еду нам не нужно. Уголь. Ну, по сути, его нужно будет тоже возить, поэтому это не самый лучший вариант обмена вот такого. Резина у нас тоже достаточно. Здесь что мы можем? Желтые строительные пакеты не на что обменивать. Резину на древесину. Вот это вот будет очень даже неплохо. Уголь пока оставляем. Стекло пока что нигде не применяется. И последняя деревня, она у нас вот такая вот эксклюзивная. Она нам особо-то ничего не продает. Автозапчасти за нефть. У нас постоянно плавает вот эта вот цифра производства запчастей. Поэтому давайте мы попробуем все-таки модернизировать на следующий уровень. Здесь что нужно будет? 30 и 20. Да, мы можем это все доставить. Правда, у нас с электроникой начнутся проблемы. Но я думаю, что это компенсируется потом вот этой вот мастерской второго уровня. Все, ждем. Смотрите, накопление пошло. Здесь тоже прибавляется. Меди у нас есть. Чугуна у нас так и не могут привести. Но там уже начало накапливаться на строительство новых экскаваторов. Уже начинает накапливаться чугун. Смотрим, друзья. У нас этот производят по 480. Этот по 220 даже в ускорении. То есть, этот даже без ускорения производит у нас вот этих вот запчастей больше, чем вот это здание. Корабль. Починку мы пока что задерживаем. Никуда его отправлять не будем. Можно будет, наверное, уже начать собирать детали для лесозаготовок. Смотрите, что тут у нас понадобится. 200 золотых. Да, давайте начинаем ремонт. 280 золотых. Сюда можно будет начать загрузку корабля. И тогда нам не нужно будет ни с кем воевать. Мы просто загрузим корабль и поплывем в нужное место. Главное, что топлива уже у нас достаточно. И у нас корабль прибывает. Смотрите, у нас просто тупо не хватает нефти. Один кораблик никак не справляется. А как сделать таким образом, чтобы сюда, на одну пристань, прибывали два разных корабля? Похоже, что игрой это, к сожалению, не предусмотрено. Придется делать еще один причал. Придется делать еще один пирс. И тогда у нас все заработает. Топливо. Да, топливо в порядке. Дизель-генератор работает. Электроэнергия, смотрите, у нас периодически вырубается. Но так как мы сделали надежную схему из угля, которая у нас будет работать теперь вечно, и будет нам, как минимум, на ближайшие перспективы давать всю необходимую электроэнергию, 73 постоянно держится и даже не собирается здесь как-то снижать обороты. Материалы загружены на корабль, и лесопилка ожидает доставку. Ну что ж, давайте попробуем отплыть сейчас со сломанным кораблем, недоремонтированным. Если мы сюда доставить груз, корабль на ремонте. То есть даже если мы в бой не вступаем, все равно нужно будет ремонтировать корабль. Знаете, можно пока что рискнуть и сделать следующим образом. Мы вот приостанавливаем вот этот вот склад. Тогда у нас ленты, как я понимаю, не будут принимать на склад. Смотрите. Нет, они принимают. Странно, а куда они тогда деваются, вот эти вот все ленты? Они все равно проходят дальше. Склад приостановлен, но склад как транзит у нас работает. Сейчас у нас приедут машины. Все, видимо, сработало. И заберут вот отсюда весь чугун, который у нас должен накопиться вот в этих вот литейных установках. Он у нас накопится. Мы его быстро отвезем. Да, это вынужденные меры. Причем вынужденные меры очень больные, потому что у нас сейчас запчасти резко закончатся из-за деталей. Будет прям все совсем очень-очень плохо. Накапливается здесь. Ну что ж, ждем, друзья. Сейчас нам нужно, чтобы здесь накопилось хоть какое-то количество. Ценой сломанных машин мы все-таки смогли сделать один экскаватор. Отлично. И давайте быстро снимаем с паузы, потому что у нас начинаются уже огромные проблемы. Все, здесь у нас накопление пошло. Экскаватор нам нужно будет сразу отправить на производство. Уголь вроде бы привозят на производство железа. Сюда добавляем один. Если что, будем перекидывать. У нас еще и к тому же этот сломался. И давайте сразу тогда ремонтировать все сломанные машины, чтобы побыстрее у нас сломалось. Оборудование какое-то сломалось. Это ладно, это не счетово. Шесть машин. Ого, вот это вот серьезно. Делаем первый ремонт, делаем второй ремонт. Дальше машина сломалась. С чем она у нас едет с древесины? Обязательно ее нужно будет сейчас отремонтировать. И последние несколько автомобилей. Тоже ремонт. Это лесозаготовительные. И здесь у нас машина. Ремонт. Хорошо, что мы накопили огромное количество единства. Оборудование какое-то еще сломано. Ух ты, у нас генераторные установки. Давайте мы их тогда запустим, иначе с электроэнергии начнутся проблемы. Еще какое-то оборудование. Это ни в коем случае нельзя, чтобы у нас простаивало. И следующее. Это у нас само собой сделается. Машину тоже ремонтируем. Вот в такие вот случаи как раз понадобилось единство, чтобы по-быстрому все вот, друзья, отремонтировать и запустить. Главное, чтобы экскаваторы у нас работали по полной программе. Сейчас у нас запустится вот этот вот склад. Благодаря нашей тактике, что мы поставили на паузу, мы все-таки смогли произвести хотя бы один экскаватор. Вот сейчас у нас делается следующий экскаватор. Три экскаватора работают на уголь, и три экскаватора у нас должны работать на вот этой вот диспетчерской вышке. Давайте сюда еще парочку машин, вот так вот, чтобы железо побыстрее у нас привозилось. Четыре оборудования сломано. Вот это вот критично. Давайте ремонт 2.5. Следующее поле тоже ремонтируем. Это поле тоже придется нам отремонтировать. 273. Хорошо, что мы огромное количество единства накопили. Не жалко. Это, в принципе, пока что не первостепенно. Оборудования нет, это не нужно. Это у нас вода. Это нужно обязательно будет в первую очередь ремонтировать. И электроподстанции тоже делаем ремонт, чтобы у нас накапливалось единство в том числе. Все, готово. Машины теперь ремонтируем по 2.3. Как только мы запустим непрерывное производство чугуна, все у нас сразу нормализуется. Вот по деталям нам нужно будет запустить. И смотрите, у нас медь уже начинает скапливаться, что говорит о том, что у нас электронику не успевают вывозить. Оборудование. Но это не критично. Давайте лучше с машинами доразберемся. Начинает у нас мастерская работать. Сейчас машины сюда приедут и все начнут делать. Здесь у нас с деталями. Детали 18 это все с чугуном связано. А чугун мы, кажется, обеспечиваем теперь непрерывную работу. Трех я посчитал, хватит на производство всех вот этих вот цехов. К тому же у нас и белые заполнены, и желтые заполнены, и красные уже тоже практически все заполнены. Все, машина сломалась очередная. Запускаем ее, наверное, последнюю. Итак, друзья, у нас не успевает производиться детали, поэтому мы ускоряем вот раз производство деталей и два производства деталей. Пока что мы с вами временно ускорим, чтобы у нас как можно быстрее заполнялся вот этот вот склад и уже развозилось бы по всем оставшимся мастерским. Здесь ускорение можно, кстати, убрать, а вот здесь ускорение можно, кстати, увеличить. И тогда 5, 4, 3, все, начинается у нас постепенно нормализовываться обстановка. Сюда сейчас завезут детали, которые у нас вырабатываются в усиленном режиме. Пока вроде бы мы справились и с этой проблемой. Что у нас по жителям? 790, 680, все в порядке. Не сломались ли у нас какие-нибудь водонасосные станции? И дает 3 единства в месяц и по 18 человек в год. Бетон у нас производится, цемента у нас не хватает из-за известняка. А что у нас с известняком? У нас вот здесь вот машина. Вот, да, везет, все нормально, оборудование сломано. Давай мы тогда сюда еще и вторую машину сделаем, потому что уже известняка нужно очень много. Оборудование. Ну, это не критично, но мы потратим все равно 0,4. Привез у нас корабль еще одно топливо. Заработали дизельные установки. Все баки у нас просто забиты. Пока все идет более-менее хорошо. А электроэнергия у нас есть резервная на другом конце карты. И вода, смотрите, потихонечку наполнилась, что говорит о том, что у нас и здесь пара будет достаточно. У нас некуда выводить дизельное топливо. У нас все и так уже перезаполнилось. Давайте мы модернизируем. Вот так вот делаем мгновенную доставку. У нас есть как желтые пакеты, огромное количество, так и электроники 300. Сейчас с деталями решим проблему. Здесь у нас пойдет плюс. И можно уже будет заниматься следующими делами. Например, производством научных лабораторных пакетов. Решил я все проблемы с производством деталей и электроники. Это все благодаря тому, что у нас наконец-то беспрерывно заработало вот это вот производство чугуна. И даже есть небольшие накопления. Кстати, за счет вот этих вот накоплений у меня здесь уже сделалось два экскаватора. Один экскаватор я отправил на производство железной руды. Вот у нас тут три уже стало. А еще один экскаватор, четвертый, здесь добавил на производство угля. Потому что уголь у нас одно из самых главных. Запчасти у нас на исходе. Но в принципе запчасти у нас более-менее нормализовались. И так как, друзья, у нас все время не хватает, смотрите, нефти. Корабль у нас туда-сюда ходит, но он не успевает привозить по вот эти вот 220 нефти. Мы очень быстро все перерабатываем. Я решил дополнить схему вот такими вот тремя еще дополнительными вышками. И с помощью трубы я дам в общий поток, чтобы у нас здесь нефть также подавалась на первичный вот этот вот первый этап. Ну, какое-то время, я думаю, что это нас выручит. А потом, вполне возможно, мы как-то сможем здесь поставить грузовой причал. Кстати, пишите в комментариях, если у вас есть какие-нибудь идеи. Дело в том, что я вам сейчас объясню. Я попробовал поставить причал везде, где только можно. И у нас нигде по контуру больше нет такого места, где причал бы мог установиться без каких-либо проблем. Поэтому я вот делаю вот здесь вот такую длинную пристань. Я сюда, скорее всего, потом добавлю причал. И будем мы здесь завозить какие-то ресурсы. Вполне возможно, здесь у нас будет лесопилка. Кстати, давайте посмотрим. Мы, наверное, уже все собрали. Здесь у нас топливо готово, лесопилка готова. Можно уже отвозить. Сюда мы передали 200 строительных материалов. И пока что ремонт у нас не закончен. Мы не можем, к сожалению, никак никуда отплыть. Поэтому я делаю первый вариант. И посмотрим, как у нас, чего не хватает. 10 автозапчастей. Автозапчасти у нас сейчас производятся вот в этом вот сборочном цехе. Несмотря на то, что я поставил первый приоритет, чугуна сюда пока еще никак не привозят. Но, как вы видите, из хороших новостей у нас запчасти пошли вперед. И здесь у нас пока что один экскаватор. Его очень сильно недостаточно. Смотрите, у нас машина простаивает. И, как вы видите, у нас поэтому не успевает производиться нефть. Но я тоже вышел из этой ситуации. Я вот здесь вот в торговых причалах закупаю. Пока что уже готовую медь, которая здесь машинами перевозится. И делается, смотрите, уже огромное скопилось количество у нас электроники. Кстати, решил древесюны я тоже улучшить склад. Потому что, как вы видите, у нас здесь уже он начинает переполняться. Ну и, наверное, можно будет улучшить склад еще и на сталь. Давайте мы его модернизируем. Как сможет, так и модернизируется. Главное, чтобы не забыть. Потому что, напоминаю, что нам нужно будет 300 стали для того, чтобы модернизировать лесопилку, которая у нас находится по карте там на севере. Ну что ж, ждем теперь, друзья, когда у нас сюда прибудут все необходимые материалы. У нас будет написано, что корабль у нас готов. И вроде бы все, слава богу, нормализовали. Все благодаря тому, что чугун начал делаться практически беспрерывно. Смотрите, машинки поехали, еле справляются. У нас на 32 месяца осталось еды. И жителей у нас 690 из 790. Еще 100 человек можно будет спокойно добавить. А лимит единства у нас 96. Сейчас уже 90 мы забили. Главное, чтобы по-быстрому успевали вот это вот все отвозить. Я везде поставил первый приоритет, потому что из-за шлака у нас может все производство остановиться. Но смотрите, непрерывно все у нас литейные установки работают. Все непрерывно. Заводики тоже начали работать. Сейчас детали даже начинают накапливаться. И у нас в минусах только лишь производство чугуна. Теперь остается только ждать. Электричество тоже без проблем работает. И смотреть, как у нас пошло. Вот здесь качать нефть. Труба у нас готова. Эта труба у нас обеспечит доставку нефти вот в эти рефрикационные колонки первого этапа. Пока у нас все более-менее спокойно. Я предлагаю модернизировать одно из жилищ. Как сможет, так пусть и модернизируется. Дерево. У нас вот здесь вот лесопильная станция, которая, смотрите, как быстро все вырубает. Нужно будет ей пометить новую территорию. Да, она уже все вырубила. Почему-то не было предупреждения о том, что лесопильная станция вырубила все леса. У нас все равно почему-то предупреждение запчасти на исходе, хотя я вижу, что у нас плюс 85. Проблем быть теоретически никаких не должно. Главное, чтобы работали научные пакеты. Исследование серы, использование идет. Лаборатории обе у нас заполнены. Обе работают отлично. Нефть уже некуда девать, поэтому привозят вот эту вот цистерну. И корабль так до сих пор и не может отремонтироваться, потому что, ну, просто машин, как видите, они еле-еле справляются. Смотрите, я тогда один экскаватор вот так вот выключу. Я немножко передвинул лесоизготовительную машину, потому что леса у нас и так достаточно. Я думаю, что его пока что хватит. И плюс к тому же в дальнейшем мы будем лес привозить. Вот эту территорию нам нужно будет как можно быстрее застроить для того, чтобы здесь поставить еще один грузовой причал. И малый экскаватор, еще один нуждается в топливе. То есть наши две машинки не успевают все перевозить. Смотрите, топливо есть. Давайте добавим, наверное, еще одну машину, чтобы вот таких вот проблем у нас не было. Потому что каждая секунда простая, стоит нам очень и очень дорого. Ну и достраивается у нас последняя нефтекачка. Все пошло по 18. Отлично. Вот сюда должно приходить уже 54. Плюс топливо еще привезут. Смотрите, 54. Перегретого пара тоже навалом. И все первичные колонки у нас вроде бы как работают. Что у нас там с кораблем? Корабль только что прибыл. Я вот здесь вот трубу еще сделал большего диаметра, чтобы побыстрее все у нас откачивалось. И корабль как можно быстрее туда-сюда ходил. Я, кстати, посмотрел в науках. Есть специальная наука, которая улучшает грузовые причалы до второго уровня. Я думаю, что нам ее нужно будет обязательно потом изучить. Тогда корабль, я предполагаю, будет возить гораздо большего объема топлива. И не будет у нас вот таких вот затыков. Все нормально. Никаких проблем у нас больше нет. Мы все проблемы решили. Чугун у нас, ну, не то чтобы прибавляется, но, скажем так, точно не убавляется. А с медиа у нас 107-108. Это все благодаря тому, что я привез на торговый путь. Вот на этот вот торговый причал. Пока нам этого хватит. Дожидаемся, когда корабль будет готов и отправляем его в очередной бой. Или отправляем его на выгрузку вот этих вот золотых строительных материалов. И у нас выдалось очень неприятное сообщение. Поселение завалено мусором. Эту проблему нужно решать мгновенно, потому что у нас могут заболеть все жители нашего города. И у нас резко начнет уменьшаться количество. И еще единство у нас тоже пойдет в минус. Поэтому давайте мы решим пока проблему следующим образом. Вот этот вот мусор, насколько мне известно, он отводится желобом. Да, вот отсюда его можно будет выводить. Временно его выведем в хранилище, например, в бункер. Ну, самый простой. Да, здесь мусор накапливается, поэтому сюда будем выводить. Делаем ускорение здесь, мгновенная доставка. И делаем ускорение здесь, мгновенная доставка. Потому что чем быстрее мы вывезем отсюда мусор, тем быстрее будет у нас решаться проблема с заражением всего нашего города. Так, поселение завалено мусора. 7. Все, начинается отвод. 200, 190. Я думаю, что мы должны сейчас решить эту проблему. Самое главное, у нас уже 4. Давайте обратим внимание. Да, начинается заболевание из-за того, что мы не успели вовремя отвезти весь вот этот вот мусор. Ну и отсюда обязательно вот так вот ставим на опустошение. Первый уровень. А здесь уже не так важно, потому что у нас и так все будет автоматически отводиться. Я думаю, что сейчас мы эту проблему решим со здоровьем. Заболевание у нас уйдет из-за заражения. Все равно у нас пока что единства девать некуда. Давайте смотреть на следующие проблемы. Опять 25. Опять у нас не хватает чугуна из-за того, что железо не успевает привозиться. И не успевает накапливаться. Машины еле справляются. Давайте посмотрим, чего у нас здесь больше не хватает. Автомобилей или экскаваторов. Экскаваторы все три работают. Автомобили простаивают. Значит, нам все-таки нужно будет сюда еще добавить один экскаватор, который у нас делается для меди. Если я правильно помню, вот он у нас. Мгновенная доставка. 10 автозапчастей мы не можем из-за чугуна. Нам опять нужно будет накопить чугун. У нас потому что ушло вот сюда. Все для производства деталей. И мы решили проблему с запчастями, чтобы не было какого-то перегруза. Смотрите, у нас уже в пиковых значениях где-то полтора мегаватта потребляет вся наша деревня. Пиковые значения возникают тогда, когда, например, у нас электролизер меди начинает. Или сразу два у нас начинают работать. Так что нужно быть к этому готовым. Давай сейчас посмотрим, как у нас там производство нефти. Привозят ли корабль вовремя. Все, вот он подошел. 180 разгружает. А здесь у нас непосредственно доставляется нефть из вот этих вот качалок. Да, пока мы вышли из положения, тем более, что нам абсолютно некуда девать вот это вот дизельное топливо. Его, наверное, нужно будет скапливать. И у нас сюда нужно будет 10 чугуна и 10 автозапчастей. Пока мгновенная доставка не работает. Ладно, подождем. Как у нас проблема здесь решается? Опять переполнение. Слушайте, нам тогда нужно будет вот так вот мгновенно модернизировать, потому что все это нужно будет как-то и куда-то увезти. Вот сюда, чтобы машину здесь выкидывали. Я не хочу сейчас вот эту вот карту застраивать, но можно будет сделать временный желоб и здесь вот так вот выгружать все. Так, и ждем, когда у нас появится очередной экскаватор. Вот он у нас подошел. Все, дальше у нас будут делаться машины. Экскаватор я, наверное, назначу сразу на медное производство. Готово, друзья. И еще бы нам нужно обязательно сделать экскаватор, чтобы... Давайте мы машину отменим. Это тоже штуку отменяем. Сделаем еще один экскаватор. Потом делаем машину, а потом заготовительную машину. Все, вот в таком вот порядке мы будем все назначать. Как у нас дела с ремонтом? 61 пока что так и ждет, 6,1. Но у нас ждет большущая проблема вот с опустошением вот этого бункера. Машины вообще не справляются. Давайте посмотрим, откуда мы можем брать. Здесь машины у нас просто простаивают. Одну машину мы забираем сюда на перевозку. И посмотрим, как у нас с углем. С углем у нас аж 4 машины простаивают, поэтому 2 машины мы отсюда тоже забираем. Они у нас тоже пойдут на перевозку. И у нас заканчивается использование серы наука. Обе лаборатории у нас работают. Теперь дожидаемся, когда сюда привезут оставшиеся 30 чугуна. Ну что ж, друзья, в этой серии мы стабилизировали выпуск белых строительных пакетов. 700 у нас практически делается. Желтых 400. Красных 80. Но красные у нас ограничены тем, что их просто-напросто некуда выгружать. Поэтому давайте я сейчас установлю временно склад. Здесь у нас будут накапливаться красные строительные материалы. 180 штук. Так что у нас теперь их будет тоже большой запас. Смотрите, у нас постепенно начинает чугун готовиться. Давайте делаем тогда мгновенную доставку, чтобы машины у нас и так все перезагружены. Вторая машина у нас привезет вот здесь. Все, выгрузка у нас начинается. Желтых навалом, белых навалом. Здесь все работает. Нам нужно будет в дальнейшем продумать схему, чтобы увеличить количество деталей. Потому что у нас всего лишь два завода работают, переполнены. И, наверное, уже можно вот сюда выгружать и автоматически подгружать в какие-нибудь другие детали. Вот здесь у нас реально не хватает машин, поэтому одну машинку мы добавляем. Здоровье у нас пошло 16. С запчастями проблем нет. Я бы еще посмотрел на наше нефтяное производство и производство резины. Потому что один завод я остановил, но и правильно, что сделал, потому что у нас здесь все уже переполнено. Смотрите, у нас никак не накапливаются вот эти вот фракции, то есть мы не можем... Тут я паузу поставил. Мы не можем накопить для работы вот этих вот бойлерных газу. Зато из положительного у нас наконец-то начинает накапливаться нефть, который вот у нас привез корабль. Ну что ж, друзья, давайте мы тогда, раз у нас очень много желтых строительных пакетов, для нашего города построим какое-нибудь заведение. Например, ратушу, которая позволяет нам издавать указы, влияющие на население и промышленность вашего острова. Указы могут представлять преимущество за счет затрат единства или наоборот, приносить единство за счет прочих затрат. Указы можно менять в любое время. Ну давайте ратушу мы установим вот таким вот образом. И использование серы у нас завершено. Следующей наукой у нас будет рекуперация воды. Отлично. Я сделаю мгновенную доставку, потому что у нас и того, и другого навалом, чтобы машины тут у нас не приезжали, нам надо как можно быстрее увозить вот отсюда весь мусор. Иначе у нас с городом начнутся проблемы. И знаете, мы, наверное, сейчас первый закон, если, конечно, такой есть, примем по вывозке мусора, чтобы в нашем городе меньше мусорили. И у нас выдалось сообщение, что наш корабль отремонтировали. Давайте его отправлять на ремонт вот этой лесопилки. Все, доставить груз. Отправляемся. А пока посмотрим, как у нас работает ратуша. Смотрите, картофель в избытке. Это хорошая новость. Диспетчерская вышка завершила карьерные работы. Так, у нас песок здесь весь выкопали. Ну что ж, давайте мы тогда здесь наметим следующую территорию и устанавливаем новую область. Все готово. Карьер размечен. Сейчас он у нас будет все делать. Корабль у нас отправился на ремонт лесопилки. Я думаю, что это вовремя, потому что, обратите внимание, у нас здесь заканчивается практически весь лес. Мы, конечно, оставшиеся вот эти вот все детали повырубаем в дальнейшем, но не успеешь оглянуться, у нас уже 71 год, когда у нас все вдруг неожиданно закончится. Давайте проверим. Чугун у нас наконец-то начал накапливаться. Медь у нас, я так думаю, это с учетом той меди. Да, с той меди, которая у нас здесь. И ратуша у нас, друзья, готова. Давайте посмотрим, что она нам может дать. Итак, муниципальные указы. Контроль рождаемости. Приостанавливает рост населения за счет единства. Здесь прирост населения даст нам по 0,4. То есть, если неоткуда будет брать нам людей, тогда мы можем нажать. Пропаганда здорового образа жизни. Дают нам плюс 10 к здоровью. То есть, у нас сами будут рождаться люди. И пищевое изобилие. Потребление пищи вырастет на 25%. Но, видимо, это даст дополнительное единство. Промышленные указы. Смотрите, у нас здесь будут убавляться единства, но экономия топлива, если у нас с топливом проблема, а у нас уже тысяча топлива. Экономия запчастей. Кстати, очень было бы неплохо экономить запчасти. Увеличение урожайности. Нужно за этим следить. Но пока у нас проблем нет. И экономия воды. Воды у нас тысячи. То есть, пока что вот эти вот указы, как промышленные, так и муниципальные, нам абсолютно будут не нужны. Поэтому, друзья, я, наверное, все-таки вот так вот поставлю на паузу. Высвобожу электроэнергию 50, а также 20 рабочих. И когда нам нужно будет издать какой-нибудь новый закон, мы включим ратушу и спокойно издадим новые законы. Ну что ж, друзья, сегодня мы отлично справились со всеми проблемами. Наладили производство красных строительных пакетов, а также у нас зашкаливающее производство стали. И здесь я даже увеличиваю склад, потому что некуда девать сталь. Немножечко были проблемы с экскаваторами. Кстати, у нас тут должен был уже один экскаватор. Да, один экскаватор у нас сделался. Посмотрим, куда его можно будет перекинуть. Его нужно будет перекинуть обязательно на уголь. А здесь у нас тупо не хватает машин, потому что один экскаватор и так стоит. Поэтому давайте одну машину сюда, и одну машину мы экскаватор... Вот здесь как раз все экскаваторы заняты. Один экскаватор мы направим вот сюда. И лесопилка у нас отремонтирована. Давайте посмотрим, что мы туда можем загрузить. Трюм дерева, начинает накапливаться дерево. Но лучше сразу же снабдить корабль грузовой, который нам просто-напросто некуда ставить. Поэтому впишите в комментариях, куда мы можем поставить еще один грузовой причал. А на сегодня все. Серия у нас получилась достаточно большая и невероятно интересная. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, поделитесь ссылкой на наше видео прохождение со своими друзьями. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. На этом все. С вами был Никодим. Удачи всем, друзья.